Металлолом под водой. На пляже Дельфин начались активные работы по расчистке морского дна курортному сезону. Как вы видите, сокровищ нашли много. Там остатки корпуса Дельфи, какие-то шпангоуты. Что оно было при жизни, мы не понимаем, потому что Дельфи при кораблекрушении сильно пострадал, он был буквально разорван. Поэтому достаем, что видим. Там еще много чего есть. Это мы делаем расчистку до волнореза. Это наша зона ответственности. А там еще работы очень много. Работы по очистке морского дна в подводной акватории Азийских пляжей проводятся ежегодно перед началом летнего сезона. В этом году всю подготовку должны закончить до 1 мая. Пляж Дельфин, который в прошлом году освободили от затонувшего танкера, находится под пристальным надзором. Ведь здесь до сих пор хранятся опасные сокровища от Дельфи. Водолазная группа приступила до очистки, скажем так, предметов, которые угрожают жизни и здоровью отдыхающих. То есть наиболее крупные сегменты забрали при подъеме Дельфи. Это крупные там борты. А вот мелочь мы с металлодетекторами ищем, находим и вошел. Это где-то четвертый или пятый день, когда мы здесь работаем. Осталось примерно там от 10 до 15 процентов металлолома. Водолазы рассказывают, что у них есть своя инструкция по обследованию морского дна. Для начала они используют металлоискатель, затем приступают к непосредственной чистке. Что-то вытягивают своими силами, остальное при помощи специальных установок. При работе мы при поиске используем металлодетекторы. Ну, как вам сказать по поводу, оно то замывает, то размывает. Мы не можем сказать конкретно, что в этом месте. Бывает визуально ничего не видно. Детектором прошли, нашлись его. Используем также понтоны надувные. То есть мы поднимаем, размываем специальным инструментом его из грунта. Потом приподнимаем, вот видите, красненький понтон. При помощи лебедки мы подтягиваем весь металл в берег. По крайней мере тот, который тяжело тащить под водой. При водолазном обследовании производится на каждом пляже еще и промерой глубин. То есть безопасная зона купания заключается приблизительно метр восемьдесят. Трось человека. Поэтому эту зону обследуют очень тщательно. Вообще зона обследования состоит до волнореза. Это приблизительно пятьдесят метров от кромки берега. Более сорока коммунальных пляжей от Лузановки до Черноморки уже проверили. А в одной взятых в аренду песчаных территориях арендаторы не торопятся проводить работы по очистке морского дна от мусора. Напомню, что ответственность за водолазные обследования на таких участках пляжей несут арендаторы. Что повлияло на такую неактивность, остается загадкой. Водолазы отмечают, что возможная причина – это финансирование. Точнее, экономия в мерах безопасности. Впрочем, время еще есть. Из коммунальных, это прежде всего мы их осматриваем, мы осмотрели сто процентов. Все пляжи, которые было нам подано, КП, побережье и другие службы коммунальные, мы осмотрели все на сто процентов. Сейчас идет осмотр пляжей, которые арендодатели, которые в аренду взяли. Но в этом году, честно говоря, слабоват. То есть, если сравнить с прошлым годом, на этот период, скажем так, процентов 80-90 было уже сделано. То в данный момент, я думаю, на коммерческих пляжах процентов 50 всего сделали осмотр. Спасатели в очередной раз предупреждают – купаться в местах, где не проверено морское дно, опасно. Поэтому не спешите плавать и плескаться там, где не ступала нога или рука профессионального водолаза. Кристина Черновалова, Константин Ищрет, Телеканал Репортер.